Собираемся немножечко поразобраться с закономерностями эволюционного процесса и с тем, как генетика связана с тем, что мы знаем о процессе эволюции. И начнем мы вот еще вот. В процессе эволюции происходит ли изменение строения, поведения и так далее у других существ. А дело в том, что изменения в всех могут быть двух разных. В науке выделяют два разных типа изменчивости. Про один из них мы с вами много уже говорили. Это врожденная изменчивость. Первая группа изменений – врожденная изменчивость. Механизмы врожденной изменчивости – эльцинабра. Два совершенно разных процесса могут приводить к врожденному изменению. Первый называется мутация. Потом примерно скажут, что называется мутация. Не только прикопирование. Мы увидим сейчас, что могут возникать врожденные моменты жизни организма. Одна из групп, да, действительно прикопирование, чаще всего возникает. Но на самом деле любая ошибка при воспроизводстве генетической информации, при строении ДНК, касающейся структуры ДНК, и будет называться мутацией. Скажите, пожалуйста, можно ли мутацию предвидеть заранее? Нет, мне кажется, это случайно. У них принципиальное свойство, они непредсказуемые. Имея принципиально случайное происхождение. Хорошо. А мутационный процесс остановим или нет? Нет. Совершенно не остановим. Совершенно неверно думать, что если человек не ест каких-то вредных химических веществ, не гуляет рядом с ядерным реактором, то у него нет никаких мутаций. Это абсолютно безграмотное обсуждение. Мутационный процесс неостановим, он идет всегда и у всех, и не только у людей, а абсолютно у всех живых существ. Просто по простейшей причине неостановимое температурное движение молекулы. Ведь ДНК – это просто молекулярный комплекс гигантский. И на него, разумеется, распространяются все нормальные закономерности, касающиеся структуры вещества. Так вот, среди мутаций принято выделять три разных уровня. Один мы с вами достаточно подробно посмотрели. Первый уровень – точечная мутация. Точечная мутация. В определенном гене. В определенном гене. И мы даже несколько разных вариантов точечной мутации смотрели. Первый вариант. Вот у нас есть неоптиража здесь. Допустим, вот такая. Место альтимина, кодемийный поликопиум может быть просить. Да, ну, допустим, а вот здесь произошла вот такая замена. Вот такого типа точечная мутация будет называться замена муклеотита. Вместо одного муклеотита, второй, второй. Какого типа последствия могут происходить и при этом. Можешь ничего не цениться, если синомичный получится. Да, если синомичный, то вообще ничего не произошло. Хорошо, если не синомен возник. Ну, тогда какие-то изменения, но обязательно ли тяжелые изменения во всем строении белка. Нет, а если это мутировал стоп-кодом? Если стоп-кодом мутировал. Это очень плохо, значит. А вы понимаете, что у вас слова сверлись. Нет, а у вас в нем синомой. Слова сверлись. Это понятно? Угу. В результате построит ли клетку нужный белок. Угу. Построит она бог знает что. А если премутация значимый кодом превратился в стоп-кодом, то она дочитает до этой точки и прекратит синтез. Будет ли построен нужный белок? Нет. Нет. Так что все игры со стоп-кодомами крайне болезненные для наследственной программы. Мы, правда, и по разу их умеем оплавливать. Но там стоп-кодомов немного, положение стандартное. Но в частности с таких мутов справятся. Второй и третий вариант имеют значительно более тяжелые последствия. Кто запомнил, какие еще варианты могут быть? Если выбили или прибавили. Именно так. Либо выпадение муклеотида, так, либо стат нового лишнего нуклеотида. Во всех случаях произойдет смещение рамки чтения. И все триплеты за точкой мутации будут прочтены неверно. Вот это уже полный бардак при расстроении долга. Потому что дальше меняется все. Вот это точная мутация. И мы с вами один вариант самого последнего типа, геномная мутация, тоже взбирали. Про второй вариант пока не говорили. Помните, что такое полиплавития? И что такое коксицид? Говорили мы с вами про то, что разрушение вертина деления. Воздействие коксицину на клетку. К чему приведет? К удвоению поздности. Потому что не разойдутся хромосомы при делении метра. Отлично. В результате будут сбиты все соотношения управляющих чтением генок. Ну, в частности, отношения доминирования. Вот такие мутации будут затрагивать какой-то один признак, какую-то одну группу признаков. Или уже огромную часть информационного обслуживания всего организма. Вот такие мутации называются геномные мутации. Они касаются не конкретного гена, а всей информационной базы организма всего генома. Типичная геномная мутация – это утеря хромосомы. Не расхождение хромосомной пары, а значит появление лишних хромосомов. Мы если применять редко, но бывает. Пары должны быть вот так разойдутся, согласны? И все пары так и делают. В результате здесь этот хромосом просто отсутствует, а здесь в удвольном количестве. То есть здесь два разных, две разных объекты. Да, да, это соответственно будут сформированы ровно с двумя разными вариантами дефектов. Здесь будет недостаток хромосомы, а здесь избыток одной из хромосомок. Но одно из таких состояний, которое сводится к личной хромосоме у человека, вы наверняка слышали название – синдром Дауна. Даунизм – очень тяжелая штука, глубокая пристройка организма. И серьезные дефекты в развитии интеллектуальной сферы – это только одна сторона. Там меняется и принцип строения скелета, и принцип строения кожи. Очень много что меняется при двунизме. В частности, у дунатиков нет отпечатков пальцев. А натурально кожа не образует папиллярный узор, вот узор из этих микроскладочек. Ни на ладони, ни на стакане. Понятно, кто-то теперь может легко грабить. Да, вот так. А не нарушая. В нашем мире такие пустяки, как отпечатки ставятся, подделываются на раз. Одевается лапка с перчаток с чужими пальчиками. Она на руке не видна, и, соответственно, ты будешь представлять, не своя, а чужая. А теперь есть еще вот такой второй уровень мутации. Хромосомная мутация. Хромосомная мутация касается не всего генома, как здесь. При спирализации хромосом в профазе. Помните, в профазе 1-мидиоза и профазе метоза, вот эти длинные-длинные нити упаковываются. Сворачиваются многократно и превращаются в коротенькие, толстенькие такие кельца, которые хорошо заметны. Так вот, в гребном процессе может произойти несколько разных вариантов полума. Сам страненный. Рвет с подствор сахарный скрепт. Ну, то есть, просто отрывается. Вот у вас был кусок ДНК длиной в километр, а где-то он делал, в середине порвался, не в том месте, где надо. В результате теперь скрутится ли полноценная целая хромосома? Или у вас появятся два пуска? Получится вот такая кусочковая. Ну, если вот это должна была быть нормальная, равнопречивая хромосома, да? А у нее взяла от хромосома этот кусок. Первый вариант хромосомы мутации – потери части хромосома. Второе – добавление мутации. Да, но дело в том, что вообще большинство этих мутаций будет отловлено белками-репаразами, которые возьмут и пришлют потерянный кусок на место. А могут они пришлить в чужую, если это не пришли? В том-то и дело, они могут ошибиться. В результате рядом идет сборка другой хромосомы, вот такой. Вот она должна быть такая. Репаразы по ошибке могут сделать вот что. Взяли этот фрагмент, пришли. Тогда откорвалось уже две хромосомы, если так будет. Да, конечно. Хоть хотели как лучше. Только у этой будет потеря фрагмента, а у этой – добавление фрагмента. Ну, как, а почему это должно на организм подействовать? Ведь гены вроде не утрачены. Не утрачены. А подумайте, при прошлом бою, или такой прежде. Что произойдет? Вот, сошлись хромосомы папина и мамина. Ну, и разные гены. Ага, в результате. Папа обменивает программу нос и ухо. На мамину программу прямая кишка и форма плеча. Ну и что? Понятно, что у бедного детеныша полный оказывается хаос. С программами построения разных частей тела. Так что нельзя брать и переставлять куски хромосомов. Будет нарушен принципы передачи информации потом. И, наконец, такой кучерявый достаточно вариант хромосомной эмутации. Давайте вот положение разных генов обозначим точками здесь. Вот в этих боксах разные гены. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Допустим так. Допустим, это плечо хромосомы, три, стерилизация. Вот так порвалось на три фрагмента. Раз, раз, два, два раза. Репаразы оплавили это тело и вклеили обратно. Но плечо хромосомы перевернуть. Просто опрокинуть этот фрагмент. В результате что окажется? Окажется вот так. Один, два как должно быть. А дальше три, четыре, пять, шесть. Ну и что? Ну вроде бы все гены на месте. Какая разница перевернуть сутки? А при этом сутки, что он начнется. Ведь у партнера генов в нормальном порядке. Ну и в результате третий окажется обменен на шестой. А это совершенно разный вопрос. Так что любой вариант хромосомной эмутации будет приводить к достаточно тяжелым последствиям, охватывающим группу признаков. Отлично. Вот так мы с вами разобрали. Разные уровни мутации. Теперь факторы, повышающие вероятность происхождения мутации, называются ментогенные факторы. Не в том дело, что они вызывают мутацию. Они повышают вероятность этих процессов. Это резиновый природ. Нет, это не катаюсь в природу процессов. Другая. Повышают вероятность. Какие мутогенные воздействия, какие мутогенные факторы вы можете назвать? Радиация. А вот многие слушали. Действительно, жесткое излучение, гамма-излучение, рентгеновское излучение, и даже короткий ультрафиолет, как он называют, жесткий ультрафиолет, повышают вероятность поломок в копировании клеток. Есть такое дело. Но дело в том, что если посмотреть, какое количество мутации я беру биологическую ткань, облучил гамма-получение. Просчитал все изменения, которые получились в крови. А теперь анализирую, что, собственно, поменялся. Окажется, что только меньшая часть этих изменений связана с тем, что гамма-кванты непосредственно отдалили по ДНК и вызвали какие-то изменения. То есть сама к себе реакция, больная к себе реакция, большого количества поломок не вызывает. А большая часть поломок оттуда происходит. Облучили биологическую ткань, вот большая часть поломок и что произойдет? А дело в том, что под действием гамма-квантов при разрушении в водном гиполе выделяется атомарный кислород. А атомарный кислород – это дикий зверь. В данном случае гамма-радиоэкция выпускает на волю, освобождает одно из самых разрушительных веществ для биологических систем – атомарный кислород. Поэтому реальные причины мутации у человека, который получил гозооблучение – это окислительный мутогенез. Чистая химическая окислительная природа, которая резко скачком повышается из-за воздействия атомарного кислорода внутри кислорода. Хорошо. Значит, ну и большинство мутогенов, если она серьезно, мутогенов, конечно, имеет химическую природу. Радиационные – да, есть, но в основном химические вещества. Некоторые из них имеют смысл узнать, в частности, будет у вас школьный аллог-химия, будете вы там, наверное, какие-нибудь опыты ставить и тому подобное. Это одно из соединений, которое вы выполняете и проходите в школьной химии – азотистая кислота, только не азотная, а именно азотистая, является очень мощным мутогенов, не только она, но и ее ссоры. Поэтому, работая с этой группой соединений, проявляет не просто осторожность, а крайнюю осторожность. Ну и такой чисто бытовой вариант. Берем мы такую хозяйственную, экономную маму. Закомнику семейства. Вот она очень хозяйственная, очень экономная, очень серьезно думает о ведении хозяйства и так далее. Честно, когда наш дом жарит на сковородке, а сковородки у меня самые хорошие, из черного чугуна, тяжелые, массивные, на них все жарится отлично. И вот для того, чтобы подэкономить, она что делает? Пожарила котлеты, накормила свое семейство, а сковородку не вынула. Почему? А жир на сковородке остался? Остался. В следующий раз на этом же жире пожарим картошку. Пожарили картошку с небольшим добавлением многое ворции масла, хорошо пожарили, все съели, обалденно вкусно. А дальше сковородка опять не добавится. Еще немножко маслу добавили, и в следующий раз здесь же пожарим рыбу. Вот, ребят, крайне вредоносная штука. Дело в том, что чугун при нагревании катализирует разложение жиров с появлением веществ, свободных артикалов, которые будут вызывать повышенные риски по мутогенезу и по канцерогенезу. То есть резко повышаются риски по развитию раковых процессов. Так что пожарить что-нибудь, а снасть сковородки аккуратно вынуть. Сковородка должна быть чистой в следующем разу. А самое лучшее, не чугунные сковородки вообще, не металлическая посуда, а керамическая. Вот сейчас продаются толстые керамические посуды, толстые керамические кастрюли жаровны. Они во много-много раз лучше, чем металлические, тем более пластиковые. А самоварка? Самоварка, она из такого материала сделана? Она из пластика. Там такое количество свободных артикалов, что нам никому не покажется. И если вы говорите о по-настоящему невредоносной посуде, вообще наша с вами привычка обрабатывать пищу температурой имеет несколько разных следствий. Да, при этом полностью, если правильно проявлялось, полностью уничтожается, выгубит и загребаетесь. Да, верно. В городские условия категорически нельзя допустить, чтобы большая часть народа питалась не керамические обработанные пищи. Почему? Давайте рассмотрим. Вот у нас есть ситуация до появления городов. Люди в квадратном километре, сколько там людей живет? Городов нет? Ну, человек 20. Ну, 20 – это очень много. Им же надо прокормить себя, а вообще-то еда не рождаются в универсалу, по-седьмому, да? Да, я знаю. А, да. Для того, чтобы 20 человек прокормить, какую площадь земельных участков надо обработать? Или на какой территории леса надо охотиться? Одного квадратного километра не хватит. Человек или опять? Ну, хорошо. То есть у нас есть низкая плотность населения. Теперь допускаем, что один из людей, живущих в этой местности, заразился каким-то заразным и очень неприятным заболеванием. Скажите, пожалуйста, возникли ли эпидемии? Возможно. Если он заразил всех советов, то не все в этом городе. Они же далеко. Как? Если плотность 5 человек на квадратный километр. Заболевание тяжелое и на 4-5 день человек умирает. Он обязательно ли? Или вот та небольшая группа, с которой он живет? Ну, хорошо, внутри группы все заразились. Но будет ли заболевание передано другим группам? Нет. Возникнет ли эпидемия? Нет. Нет, не возникнет. А теперь берем условия города. Кто-то из людей заразился тяжелым инфекционным заболеванием. Кто начнется? Победитель. Конечно. Если не поднимется. Тысячи контактов за один день. Поэтому наша с вами плата за городскую жизнь какая? Сдаватель. Очень неверно. Представления горожанина о том, как надо жить, совершенно не такие, как представления традиционных охотников, правователей. Не потому, что они неграмотные, не потому, что они мало знают. А потому что в двух условиях обедания просто отсутствуют те риски, которые есть в городе. Мы считаем, что в городе жизнь безопасна. Да чего ты знал? У нас просто другая система риска. В частности, такое жесткое соблюдение санитарных норм при низких плотностях населения не является полностью необходимой нормой. Так не приводит к сверхразрушительным результатам, а в городах сразу привезет. Поэтому при городской жизни это жесточайшая норма. Еда должна быть приготовлена. Точно. Все эти фокусы с сыроедением – это мелочи, конечно. Аж на дням наши еды готовятся. Но при приготовке вещества пищи претерпевают далеко не самые лучшие изменения. Подумайте с двух раз. Тело наших тренингов. Вот когда в процессе его совершенствования, изменения, возникновения наших признаков и так далее, вот это тело рассчитано на оборенную пищу, жареную пищу, маринованную пищу, стерильную пищу или на какую-то другую. Разумеется, неестественную сырой продукт. Термообработка появится совсем недорогой. Это понятно? Соответственно, недоборка в целом ряду веществ, прежде всего, по витаминам, которые будут разрушаться в той термообработке. Ну и вот такие неприятности, типа появления канцерогенов при жарене. Процесс жарения пищи. Жареная пища с медицинской точки зрения, она предоносна по отношению к другим способам термообработки. Ну, самый нервный способ – это преддавление пищи на порог. параметры. Параметры. Да? Параметры. 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 Презехнолог нет. Кончинные изменяющие. В отличие от мультиционной изменяющих. При комбинативной меняются ли гены. Вот гены меняются а? Нет. Меняются аллерийные. Меняются аллерийные варианты, меняются сочетания генов. Это понятно? Но и то, и другое, и те, и другие изменения мы носит случайный характер. Можно ли вы заранее представить себе, какая комбинация признаков возникнет при слиянии данного сперматозоида с данной х-клеткой? Нет, разумеется. Значит, изменения будут носить случайный характер, а в течение жизни как-то это корректировать можно или нет? А вы понимаете, что для этого надо корректировать генетический аппарат каждой клетки? Это реально это? Нет. До самого последнего времени нереально. Значит, сейчас разнабатывается, нет и таких корректировщиков. Хорошо. Второй вариант изменчивости, приобретённые изменчивости. Вот это совсем другая отечественная. Вот это воображённая. Это воображённая. Вот это воображённая. Продолжение следует...